Набор машинок трёхлетнему Мише Невзорову вручили за храбрость. В детскую краевую больницу в отделение отоларингологии он попал недавно и сейчас малышу делают различные медицинские манипуляции, некоторые из них очень болезненные. Самое простое – промывание носа, в народе кукушка. Чтобы было не так страшно, Мише и другим маленьким пациентам отделения будут дарить подарок после каждой болезненной процедуры. Это здорово вообще, что придумали такую программу, это очень классно, это очень здорово для детей, которые действительно проходят через болезненные процедуры, не такие, как у кукушка, как у моего сына. Чтобы они знали, что взрослые понимают, насколько это им тяжело, насколько тяжело взрослым, находящимся рядом с ребёнком. В общем-то такое. Коробка храбрости для маленьких героев – акция всероссийская. С 1 октября волонтёры фонда «Да. Добро» от Калининграда до Владивостока собирали игрушки для маленьких пациентов детских клиник. Акцию поддержали 10 городов. Владивосток присоединился к ней в числе первых. Конечно, деткам будет легче. После проведённой тяжёлой какой-то неприятной манипуляции или операции у них будет возможность выбрать тот подарок, ту игрушку, которая будет им по душе. Куклы, машинки, книги, карандаши, раскраски – в коробке храбрости дети могут копаться, сколько пожелает душа. Даже сам процесс выбора игрушки уже отвлекает от воспоминаний о болезненной процедуре, уверены врачи и родители, и дарит радостные эмоции. Причём не только малышам, но и пациентам постарше. Настроение поднимает. Когда процедура есть, если это больно, то как-то подарок успокаивает, можно так сказать. Во Владивостоке уже действует подобная акция. Она тоже называется «Коробка храбрости» и тоже проходит в детской больнице номер один. Только игрушки получают пациенты отделения онкогематологии. Такие коробки должны стоять в каждом отделении, уверены врачи. И тогда детство будет счастливым даже в больничных стенах. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова